Впервые в Крым из Вознесенской Давидовой пустыни доставили ковчег с мощами одного из святых вифлеемских младенцев-мучеников за Христа Иродом Убиенных. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, ковчег пробудет на юге Украины почти месяц. До 12 апреля святыня примет участие в крестном ходе и посетит многие храмы Симферопольской епархии, рассказывают наши коллеги из пресс-службы Севастопольского благочиния. Ковчег с мощами одного из святых вифлеемских младенцев встречали у Свято-Владимирского собора в Херсонесе. Вечаем вас, святые ученицы, векные младенцы. На территории Симферопольской и Крымской епархии святыня пребывает впервые. По благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, она доставлена в Крым для участия в крестном ходе милосердному Богу плод покаяния. К этой святыне обращаются прежде всего те, кто совершил грех аборта. Просят, дело в том, что святые мученики вифлеемские младенцы стоят перед престолом Божьим, и к ним обращаются именно о прощении греха аборта. Ковчег с мощами одного из вифлеемских младенцев прибыл 16 числа в Симферополь, в парке Шевченко. В Симферополе был отслужен молебен, значит, это на месте закладки камня под строительство именно часовни святых мучеников вифлеемских младенцев. Затем святыня прибыла в Севастополь. В стенах Свято-Владимирского собора в Херсонесе перед ковчегом с честными мощами был совершен молебен. Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта. Богослужение возглавил благочинный Севастопольского округа протеерей Сергий Халюта. Миллионы детей ежегодно нами же убиваются, уничтожаются. Убиваются еще в его утробе материнском. Убиваются еще неродившиеся дети. И вот, наверное, сегодня нам, молясь, сегодня этих мощей, нужно умилостивить Бога о том, чтобы Господь вразумлял наш народ. Чтобы наш народ не поедал сам себя, не уничтожал сам себя. Многие люди соглашаются, что аборт – это действительно убийство, но тут же припоминают обстоятельства, при которых это убийство кажется допустимым или даже единственным решением. Ничто не может оправдывать убийство собственного ребенка. Даже случаются такие случаи в нашем обществе, когда девушка или женщина, собственно говоря, неважно, здесь не нужно говорить, девушка или женщина подвергается насилию и зачинает плод. Безусловно, она должна рождать, рождать, потому что это ее ребенок. Это ребенок, который есть в ее утробе. Это ребенок, который растет в ее утробе. Это ребенок, которому Бог дает жизнь, вдыхает жизнь. Это ребенок, у которого есть душа. Поэтому, безусловно, где-то убийство, оно не может ничем оправдываться. Совершенно ничем. Ни временами, ни политической конъюнктуры, ни временами войны ничем не оправдывается. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, Пресс-служба Севастопольского облагочиния.